Всем привет, с вами Томо, и в сегодняшнем ролике я хочу немного рассказать о канцтоварах с персонажами сериала My Little Pony. Лето в самом разгаре, но многие уже начинают готовиться к предстоящему учебному году, чтобы не толпиться в магазинах в августе, и производители канцелярской принадлежности, конечно, уже выпустили на прилавке новой партии своих товаров. В прошлом году компания Проф выпустила целую линейку по лицензии Hasbro с персонажами My Little Pony. Очевидно, продажами они остались довольны и к этому году подготовили вторую партию всего самого необходимого для школьниц с картинками пони. К сожалению, да, именно для школьниц. Толстые общие тетради здесь редкость, а пастельная розово-голубая гамма отчетливо намекает на пол предполагаемой аудитории. Конечно, есть здесь и достаточно универсальный блокнот и тетради в 32 листа для самых ленивых студентов, однако производители явно рассчитывали на учениц младшей и средней школы. Второй весомый минус – старые однотипные векторные рисунки персонажей. Если посмотреть на продукты и других фирм, выпущенных по лицензии Hasbro, то этой проблемой страдают все. Уже столько замечательных артов в векторе отрисовали брони по свежим сериям, но на всех фабричных вещах стабильно древние и местами довольно кривые картинки, которые, очевидно, выдают всем Hasbro вместе с лицензией. Цена на констовары с поняшами, конечно, тоже несколько завышена по сравнению с обычными, но такой подход применяется ко всем брендированным линейкам. И в то же время это достаточно доступный ценник, который не помешает вам приобрести что-то действительно полезное с картинкой пони на обложке. В линейке вышли самые разнообразные товары – от сумок и рюкзаков, правда довольно небольших размеров, до всевозможных тетрадок, дневников, альбомов, красок, карандашей, фломастеров, пеналов, мелков, наборов бумаг, обложек, подставок для книг и прочих школьных принадлежностей. Опыт прошлого года показал, что констовары с поняшами расходятся довольно активно, так что всем желающим советую начать проверять ваши специализированные магазинные отделы уже сейчас. Их часто завозят не только в крупные сети, но и в местные магазинчики. Например, все вещи из этого ролика были найдены в магазине Кругозор города Смоленска. Так как мне самоучиться уже негде, я ограничиваюсь приобретением пачки фломастеров и линейки, а также парой маленьких блокнотов с персонажами аниме Шугачара. Надеюсь, ролик был вам интересен и полезен. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok